Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую! Из самого начала своего видео хочу всех защитников Родины поздравить с праздником. Я поздравляю не только мальчиков, но и девочек, и себя в том числе, потому что я сержант запаса. Всем здоровья! Никакой войны нам не надо, чтобы все у нас было хорошо, и во всех семьях все было хорошо. Еще раз всех мальчиков и девочек с праздником! Ну и начнем мы наше видео. Сегодня нашу болтовню. Не видя, это болтушка. Я, видите, на кухне с утра пью кофеек. Сегодня выходной. У нас идет снег. Вчера дождь поливал, сегодня снег пошел. Говорят, что похолодает опять. Весна кончилась. Началась и сразу закончилась. Ну ладно. Вначале хочу кое-что рассказать. Тут мне написали в личку, что у меня появился хейтер. Да. И не у меня одной. У многих обзорщиков. Я ее знать не знала и видеть никогда не видела. Есть такая Зина. Не, Нина-одуванчик. Это вот смех смехом-то из-за нее назвала себя Зина-диванчиком. А там Нина-одуванчик. Я думаю, что? Кто такая Нина-одуванчик? И смех про нее что-то рассказывала. И что я ей плохого сделала? Где я ей на хвост наступила? Ну, зашла, посмотрела. Да, она не только меня там пробирает, но очень смешно, очень смешно. Когда далеко не молодая женщина меня называет бабкой. Даже если ты моложе меня, одуванчик, выглядишь ты гораздо хуже. Она там, значит, пробирает, по ком прошлась. Ну, это человек, я посмотрела всю историю ее, как бы, жизни на ютубе. У нее был один канал, где она показывала каких-то кукол, что-то там еще показывала, где она за поберуху рвала рубаху на груди. Там было 800 подписчиков. Канал не пошел, но не зашел. Она его бросает и открывает новый. Там у нее, по-моему, порядка 300 или 400 человек сейчас, если не меньше, точно не помню. Теперь она занялась обзорами на обзорщиков. Ну, иногда проходится по Быковой, то она была за нее, теперь она по Быковой проходится. Значит, кого она там замесила? Значит, меня. Кого она? А, сплетницу. Танюху-казачку. Танюх, привет. Мы в одном ряду. Одуванчик не только по тебе проходится. Дальше кто? Правдивую Ольгу. Ну, вот кого я увидела. Ну, у нее что-то вот это, новых видео мало. То есть на новом канале. Не очень много видео. Ну, то, что она говорит, это так глупо и так смешно, что даже не хочется отвечать. Человек рассуждается своей колокольней. Понимаете, у меня не было жизни, у меня, оказывается, реальная жизнь только на пенсии. Представляете? А до пенсии у меня жизни не было. У меня все то же самое. Я ей отвечаю. У меня все то же самое, что было до пенсии, на пенсии. Да, на пенсии. И то он появился, в принципе, зарегистрирован он давно, а снимать-то я начала год назад. Год назад я началась снимать. Активно. Он у меня был, висел, висел канал. Я им даже не занималась. Мне даже не было интересно. Во-первых, у меня не было времени вообще. Потому что у меня была другая работа совсем. А жизнь у меня очень, даже и очень. И отдыхать я езжу. И дети у меня выросли. Это девочки, это я отвечаю одуванчику, чтобы она успокоилась. И муж у меня есть. И домашние животные у меня есть. И внуки у меня есть. Работа есть. Пенсии есть. И еще открыла канал. Да. Тоже еще и здесь зарабатывают. Поэтому немолодая женщина на себя в зеркало посмотреть. И на каждом видео, там я несколько посмотрела, таких на быстрой перемотке, она просит, чтобы подписывались. Не подписывайтесь. Если я скучная, то она еще скучнее меня. Ну ладно. Об этом поговорили. Быстренько пробежимся по быковой. Ну что. Второе ее видео на матери-героине. Там, значит, продолжение следует. Она прицепилась к Артуру. Артура видел, что у нас утро было. А к нам полиция приезжала. А ты с ними пересекся. Ну, в общем, доцепилась. Скоро ты будешь виноват. А Сергей Петрович у нас насильник. Как она любит все переворачивать. Вообще-то они приезжали совершенно по другому вопросу. Совершенно по-другому вопрос. И как она все переворачивает. Она же чувствует, что под ней земля горит. Чувствует. Да. Дальше будет еще веселее. Дальше ее будет вызывать в Следственный комитет. Она же отправила следователя. Дознавателя. К ней пришел не только участковый. К ней пришел дознаватель по документам. Она их отправила в Следственный комитет. Вот в Следственный комитет в следующий раз пойдет Быкова. Ну, ладно. Опять она включила хорошую маму. И что мы видим? Срач. Мама дорогая. Неужели вечером нельзя убраться? Чтобы утром встать, просто детей покормить. Нет, нельзя. Маленькие дети здесь стали. Настя. Ну, не маленькие, какие они. Ну, да, ближе к маленьким. Настя, Матрона. Она их просит там собрать с пола чего-то. Давайте, помогайте. И то, и она опять же обзорщиков не смотрит. Сколько раз мы говорили, детей надо привлекать к работе. Ну, надо. Чтобы они помогали уже. Начала привлекать. И подарочек я вам сделаю, сюрприз. И только давайте, кто лучше, кто еще. И она, значит, тут на кухне и посуда немытая, полная раковина. И у тебя посудомоечная машина. Господи. Ну, что, трудно так помыть? Там уже Саша вытаскивает посуду. Тут звонит учитель. Оказывает, дети у них на дисционке. И она объясняет, что надо, где писать. И что надо. Ведь она же на громкую связь поставила. Вы понимаете? Она всех заместила. Полицию унизила. Никифоровскую. Я бы на месте полиции бы ей уже штраф выписала. Учитель включила на громкую связь. А кто тебе разрешал? Она разрешала, чтобы ее слышали. Включила на громкую связь и сказала. Самое главное, чтобы администрация была довольна. А ты пойди и поработай в государственных структурах. И ты поймешь все правила этой игры. Кто должен быть доволен и когда. Для того, чтобы тебе заплатили хотя бы маленькую премию твоей мизерной зарплате. Дальше что? А дальше заходит она в комнату. Там Яков сидит, плачет. Его было слышно, что он плачет. Что случилось? Мать даже не подорвалась и не пошла. Она там разбиралась на кухне. Идите-ка, убирайте там кровати. Идите, убирайте. Алешка только встал. Все. Теперь няньки нету, Санька нету, все кругом давайте прыгать. Вот я еще раз подчеркиваю, она никогда не будет Ириной многодеточкой. Никогда. Потому что она привыкла, что все на нее работают. И я никогда не поверю, что когда она была замужем за Быковым, она делала все сама. Двое из ларца приезжали, Света приезжала, старшие дети вкалывали. Ее собственная дочь, я не буду Женю замешивать и обсуждать ее видео, она сама сказала, что в детстве она ничего не видела. Вообще ничего не видела. И Быкова посмотрела это видео. И она сказала, где я видела только учебу, пеленки и уборка и скотный двор. Ничего ребенка. Она даже врала для того, чтобы ездить на соревнования. Она начала хитрить. Вы понимаете, в каких условиях там все дети живут? И Быкова там не переработается. Там лодырь из лодырей. Вы видите, когда ей сказали, подключай вторую тройку. А она что сделала? А она маленьких детей подключила. Потому что Саша, которой 10 лет, она спит. Данила только встал. А Софью я вообще не видела. Софью. Она, может, потом и появилась, но я что-то не обратила внимания. Я видела там Матрона, между прочим, ходит на цыпочках и опять босиком. И очень многодетная мама даже не обратила внимания, что ребенок встал и не одела ботиночки. Если бы она каждое утро ребенку говорила, встань, одень ботиночки. Не ходи никуда, пока не оденешь ботиночки. И ребенок бы одевал и шел в этих ортопедических ботиночках. Но маме не надо. У мамы своя жизнь. Мама должна быть счастливой. А дети по боку вырастут, никуда не денутся. Дальше она поднимается, проверяет кровать. А, нет, она такой большой дом, что Сашу позвать не судьба. И детей отправить, чтобы Сашу поднять. Она набирает номер телефона и звонит своей дочери. Тут спускается заспанная Саша. Оказывается, она не спала, она убирала постели наверху. Данила разбирает посудомоечную машину. Лешу предложили помыть вручную посуду или сложить посудомоечную машину. Опять этот пылесос, опять этот шкаф. Опять все диваны разобраны. Но то, что плакал Яков, и мама к нему не подошла, я вернулась опять к этому. Бедный ребенок сидит и плачет. Он даже боится с дивана подойти к маме и рассказать, что с ним случилось. Он сидит, плачет и ждет. Что такая за мать? Ну, не слышно, что ребенок плачет, и никто из детей даже не скажет. Мама, там Яков плачет. Те, кто разговаривает. Что случилось с ребенком? Непонятно. Ладно. Поднимается наверх, проверила все комнаты, сделала замечание, что не так убрали. Девчонки там, и Настя подметает, и тут же швабра с ведром стоит. А вот не боится, что дети его перевернуты, и вода потечет по лестнице. В общем, безалаберная мать. Главное для нее ходить с камерой. Она, я сказала, у нее детство закончилось, ей надоело играть в куклы. Дети для нее это куклы, в которые она играет. И вот все, они надоели, и рожать она больше не будет. У нее по стриму цель уехать на море, отдыхать. То, что сказали, она беременная, она не беременная. Она опять нажрала лишние 5 килограмм. Живот у нее вываливается. Да. Она сама об этом сказала. Ну, не 5 килограмм. Ну, нет, килограмм 5 точно. 3-5 килограмм она точно наела. Потому что, оказывается, весь стресс она заедает сладким. Но не будет она худой. Никогда она не будет худой. Не дано ей. Поэтому мать она никудышная. Замесила виноватые все кругом. Она надеется, что дети будут старости ее кормить. Надейся. И жди. Если даст Бог, что ты доживешь вообще до пенсии. Поэтому, мои дорогие, всех еще раз с праздником. На этом я прощаюсь. Вечером выйду в стрим. Да, ждите. А то Дина Диванчику не очень нравится, как я стрим веду. Но я ее туда и не приглашаю. Я приглашаю тех, кому нравится поболтать. Все, мои дорогие, всех люблю. Кому-то не нравилось мое сердечко, показываю еще раз. Вот сердечко с крылышками. Пока-пока. До встречи.